приветствую вас дорогие друзья добро пожаловать на канал mortal spiritus сегодня мы поговорим о дальнейшей участи духа и сознательного фантома после чего поговорим о реинкарнации и о том как найти в себе следы из прошлого ваших прошлых жизней как уже рассказывал в предыдущей части в инферно происходит разделение сознательного фантома то бишь истории личности какого-то определенного человека и божественного начала то бишь души имеющие отношение к одному из трех миров и если бессознательный фантом продолжать быть элементом нашего мира закрепленным за физическим телом ну как пример но дух с получатым опытом продолжает свое движение он возвращается к своей магнической первоприроде где будет определена его дальнейшая позиция системе духов она зависит от кармических узлов уровня реализованности сверхзадач и энергий накопленных при жизни все это естественным образом будет влиять конечно же на его последующее перевоплощение личность закрепленная на кладбище или имеющая какую-то другую фиксацию становится аватаром духа то бишь его вариацией в системе жизни с которым естественно всегда будет поддерживаться определенная связь этим и объясняется воспоминание прошлой жизни их некоторых людей теперь же поговорим о сознательном фантоме или аватаре духа который становится элементом кладбища как говорилось ранее бессознательный фантом или давайте это будем называть душой становится ограниченной в своих передвижениях в мире живых при этом она еще поддерживает ментальную связь со своими родственниками и способна проявляться например через сны или какие-то случайные мысли формы душа может перейти в состоянии и бессознательного фантома превратиться просто в информационную флешку это связано с тем что утрачивается национальная связь живыми объектами если объяснить проще то человеке просто забыли как бы это печально и грустно не звучало каждый из нас однажды станет бессознательным фантомом который превратится в единицу родовой системы теперь поговорим о покойных с ними конечно же все гораздо сложнее они независимо от того захоронены они или нет все еще способны проявляться физическом мире до тех пор пока не исчезнет их источник фиксации на мире людей это может быть связано с тем что еще не нашли убийцу человек не осознал собственную смерть или родственники очень сильно переживают и могут его отпустить причин здесь очень много но душа в таком состоянии мучиться и страдает ну что же теперь поговорим о реинкарнации и так в какой-то определенный миг на эту землю входит новый человек даже не подозревающий о том что он уже когда-либо существовал условия в которых он будет существовать заданы системой изначально для того чтобы он прошел тот путь который ему готовым для реализации задачи и сверх задачи и управлять этим будет проводящая сущность и также печати вообще печати на уровне тех или иных чакр это инструменты в руках проводящей сущности заданные силами которые ведут человека интересным образом будет формироваться сама личность изначальные настройки будут происходить из мира в котором сформировалась сущностная основа человека социальная среда и прочие факторы будут лишь то степенными и они будут задавать лишь направление развития личности но не ее природу на самом деле очень многие вещи зависят от того как мы жили раньше от того насколько мы завязывали или развязывали кармические узлы как мы себе вели с нашим окружением даже животным миром все это влияет и является проекцией на нашу настоящую жизнь элементарно если например в этой жизни мы начинаем помогать бездомным животным или неожиданно желаем стать вегетарианцами то на 75 процентов из то это связано с нашими прошлыми жизнями вот так если мы имеем неразделенную любовь если мы страдаем от этой самой любви это тоже может быть связано с нашей прошлой жизнью также подсознание живут очень многие наши таланты произошедшие из прошлых жизней например человек рождается да и вдруг он неожиданно начинает рисовать невероятно красивые картины это тоже из прошлых жизней или например у него есть какой-то особый талант тоже оттуда или возьмем к примеру человек начинает изучать иностранные языки у него это очень быстро получается причем он учит не один и два опять шесть семь восемь десять это тоже привет из прошлых жизней страхи и фобии не имеющие объективных причин это тоже привет из прошлых жизней которые лежат в нашем подсознании вообще подсознание человека это книга и если научиться ее читать правильно и корректно можно открыть для себя очень многое о своем не только настоящим но и прошлое но с другой стороны для чего это вам нужно во первых я скажу сразу что не каждому положено знать свое прошлое все зависит от вашего диапазона развития не каждому-то дано познать что есть истинная магия не говоря уже о прошлых жизнях так называемом колесе сансары следующий интересный момент когда человек вспоминает одну из своих прошлых жизней возвращается не только памятное ощущение представьте себе что вы идете по улице и встречаете родственную душу в которой вы осознаете своего отца из прошлой жизни мужа ребенка и вы его вспоминаете да но еще начинаете испытывать чувства к нему но вы видите что это элемент чужой системы то есть чужой семьи что будете делать страдать в неразделенной любви кстати очень часто этим самым можно объяснить неразделенную любовь плюс конечно же заключается в том что вы можете найти причину своих финансовых трудностей проблем со здоровьем проблем в личной жизни также осознать свои фобии найти их причины и все это проработать решает только вам самим работать своим прошлым или нет я вам дам несложную практику при помощи которой можно воскресить в себе какие-то хотя бы первичные воспоминания и так вам понадобится найти темное желательно максимально спокойное помещение где вас не будет отвлекать никто из ваших близких займите удобную позу желательно лежа или сидя нужно максимально расслабить тело и остановить внутренний диалог для настройки вы можете включить одну из медитации обратиться к силе с которой вы взаимодействуете и попросите их о помощи у каждого здесь свои методика я предлагаю просто обычно зажечь свечи на алтаре поприветствовать силы с которыми вы общаетесь и попросить их поддержать вас в вашей практике и так фокусируемся на области третьего глаза и ставим себе задачу вспомнить прошлую жизнь хотя бы одну хотя результат у вас у всех может быть разный начинаем ритмично дышать выдох вдох выдох вдох и ваша задача расфокусировать зрение расфокусировать глаза не важно будут они открытыми или закрытыми фокусируемся и осознаем внутри себя какой-то талант которому вы не можете найти причину фобию или проблему в своей личной жизни финансовой сфере фокусируемся на этом и далее культивируем состояние падения но при этом фокусируясь на вашей проблеме отпускаем наше сознание продолжаем дышать вдох выдох вдох выдох и находясь в состоянии уже легкого транса начинаем получать картинки или подсказки от вселенной практика сложная если она мне достаточно понятно можете мне написать личные сообщения вконтакте и я вам ее более подробно разберу на этом все я благодарю вас за внимание прошу поддержать мне подпиской и вашими лайками и просмотрами целом доброго берегите себя своих близких и помните о безопасности в своей оккультной деятельности в своей оккультной деятельности